Я профессор кафедры стрелково-пушечного и артиллерийского вооружения военных, профессор Захаренко. И меня интересует такой вопрос, который может заинтересовать и других. Вот вы строем летаете на маленьких расстояниях друг с другом, на огромных скоростях, и вы сказали, что вам приходится заниматься и стрельбой. Вот скажите, вот когда вы идете таким мощным строем, скажем, 5-6 самолетов, возможно ли одновременная стрельба и стрелково-пушечного вооружения для поражения целей? И какова это будет эффективность? Будет ли это эффективно? Я понял вопрос. На самом деле, полет в плотных строях практического применения для выполнения боевых действий не имеет, разве что для преодолевания системы ПВО полет в плотном порядке, чтобы выводить себя за одну метку. Плотные строи используются только для показательных полетов, а при полетах на боевое применение, боевые порядки, описанные в КПП, они смотрятся гораздо дальше друг от друга. То есть практического применения для боевых действий нет. То, что мы видим, это все-таки показательные выступления, мастерства. Некорректно. Это имеет огромное практическое применение, Сергей просто скользко сказал это, для практического преодоления ПВО противника. И это очень важно. Это для преодоления ПВО, раз. Для пробивания облаков, то есть для полета в сложных метеоусловиях, два. Из всего этого складывается выполнение боевой задачи. А конкретно уже применение вооружения требует индивидуального прицеливания по каждой цели и так далее. Вот там уже идет распух боевого порядка на более широкие интервалы дистанции. Но опять же, если надо вместе потом в одном строю уйти, выполнить боевую задачу, то опять же происходит сбор группы. Вот. То есть, имеется в виду, что практически вот когда применение оружия, оно идет не из плотных порядков. А для выполнения боевой задачи плотный порядок необходим. И строевые летчики обязательно отрабатывают те же сомкнутые строи, полеты сомкнутых строя. Спасибо. Здесь целая очередь уже для вопросов.